В чем значение Белоруссии для русской истории и почему до 18 века эти земли оставались за пределами единого российского государства? Есть несколько причин, по которым Павловское княжество попало под зависимость Литвы. Первая из них это география. Из всех западно-русских земель Павловская ближе всех примыкала к Литве. Павловские князья много раз навещали литовскую землю, чаще всего с военными походами и в целях поиска добычи, и не только. Ну и стали общаться, обращаться за помощью к литовским князьям для защиты от немцев, которые в конце 12-го, начале 13-го веков стали соседями Полоцкого княжества. Опасность, которая исходила от немцев, заставляла полоцких князей дружить с литовскими. Но литовцы стали часто являться в полоцкую землю со второй половины 12-го века как непрошенными гостями. К тому времени литовцы стали объединяться в крупные общества и стали ходить на войну большими армиями. Привыкли к добыче и уже промышляли войную. Нападения их со второй половины 12-го века участились. В результате чего автор слова полку Игореви достаточно тревожно описывает будущее половчан. Двина болотом течет онным, грозным палачанам под кликом поганным. Вторая и основная причина это раздробленность русских князей. К тому времени Полоцкая земля, подобно всем другим русским землям, утратила свое политическое единство. Разорвалась на несколько княжений под управлением потомков Изяслава, таких как Полоцк, Витебск, Минск, Друцк, Изяславль, Лолкошск и так далее. Не соблюдались предания родового старшинства. На княжения вступали либо силою, либо договариваясь с населением, что само по себе стало причиной крупных поражений, как следствие вхождения в состав литовского государства. В 20-х годах 13 века литовцы стали уже бегать по Полоцкой земле, как по своей собственной. Они беспрепятственно приходили по ней из конца в конец, нападая на владения Черниговские, Смоленские, Тверские, Московские, от руках Павла Первомосковских, князь Михаил Рославович Хорбрит, на Новгородские власти. Зависимость Полоцка от Смоленска в начале 30-х годов 13 века прекратилась совсем. Наводняемая каждый год литовцами, эта земля все больше и больше оторвалась от остальной Руси и спаивалась с Литвою. Годом окончательного присоединения Полоцка к литовской земле можно считать 1307 год. За Полоцком наступила очередь Витебска, который отделился от Полоцка в самостоятельное княжество приблизительно в 1320 году. Затем и Минское княжество стало зависимым от Литвы, но это около 1326 года. Можно предположить, что и промежуточные между ними княжества, такие как княжество Лукомское, Друдское, были также приведены в зависимость от Литвы. По крайней мере позже владители этих княжеств выступают уже в качестве подданных великого князя Литовского. С подчинением всех этих владений Литве под верховную властью великого князя Литовского очутилась уже вся Полоцкая земля и древнейшим обширным смыслом. Тогда же или еще ранее приросла к Литве и земля Берестейская, в западной своей части называемая Подляшья. С присоединением Подляшья коренная литовская земля окружилась целым поясом подвластных литовским князьям русских земель. И Великое княжество Литовское еще больше, чем прежде приняло вид и характер государства литовско-русского. Позже, после объединения Литвы и Польши, это в 1569 году, появилось новое государство Речи Посполитая. Король Речи Посполитой избирался польской знатью. Появление по соседству с Россией такого сильного противника привело к постоянным войнам и конфликтам. По этой причине Россия стала основным внешним противником Речи Посполитой. В 17 веке между странами произошли две крупные войны. Первая за контроль над Смоленском, оказавшимся в составе польско-литовского государства в начале 17 века. Тогда, в 1634 году, поляки смогли отстоять город всего лишь на 20 с небольшим лет. Вторая война началась как очередное восстание казачества, но очень быстро превратилась в большую войну Речи Посполитой России и Швеции. Результатом Второй войны стала потеря польско-литовским королевством Левобережной Украины, Смоленска и Киева. После этого Речь Посполитая перестала играть существенную роль в мировой политике. Со временем, в начале 18 века, Речь Посполитая вновь стала ареной войны. И произошло это в ходе Семилетней войны весь 1708 год. Далее, в ходе всего 18 века, Речь Посполитая стала практически проходным двором Восточной Европы. Была лишена самостоятельность. Ослабев в первую очередь из-за внутренних неурядиц, польское королевство уже не могло оказать серьезного сопротивления более могущественным соседям. Впервые идея раздела Польши появилась еще в начале 18 века в Пруссии и Австрии. Три раза Пруссия предлагала Петру Великому разделить Пориш, но получала отказ. Раздел Польши произошел позже, только в конце 18 века, при Екатерине Великой. Всего разделов было три. В 1772, 1793, 1795 годах между Россией, Пруссией и Австрией. В результате первого раздела Польши королем стал Станислав Август Понятовский. В результате второго раздела Россия получила центральную часть Белоруссии с городами Минск, Слуцк, Пинск и правобережную Украину. Однако 12 марта 1774 года в Польше было поднято восстание, которое возглавил генерал Тадеуш на тот момент Костюшко. Восстание было подавлено 4 ноября 1774 года войсками под командованием Александра Васильевича Суворова. Костюшко был арестован и отправлен в Россию. Но, что тоже очень примечательно, не был казнен. В 1796 году, после смерти Екатерины Великой, был помилован Павлом I и уехал в США. Вернулся в Европу, жил вначале во Франции, затем в Швейцарии, что само по себе показывает отношение императрицы даже к своим врагам. После третьего раздела Польши к России отошли такие территории, как Курляндия, Семигалия с Металлой и Либавой, современная Южная Латвия, Литва и Вильнюс Гродно, западная часть Черной Руси, западная Полесье с Брестом и западная Волынь с Луцком. Я считаю, что вся сложность отношения России и Речи Посполитой состояла в том, что часть ее территории составляли земли русских князей и бояр, входивших в Литовское княжество. И кроме того, на территории Речи Посполитой существовали города и целые регионы, созданные казачеством, в основном православным и занимавшим достаточно независимую политическую позицию. Большая часть пригородных исконно русских земель отдавалась служивой шляхте, вводчины за выслугу. Поляками велась активная политика перехода православных людей в католическую веру, которая и оттолкнула от Речи Посполитой. Часть русских земель, многие западно-русские князья переходят на службу к московскому князю. Конечно, были и Вешневецкие, и Хаткевичи, которые перешли в лютеранскую веру, но в основе русские оставались православными. Хотя появление протестатизма ослабило католичество и его наступление на православие. После третьего окончательного раздела Польши, которая прекратила свое существование на территории Беларуси полностью.